В Лабытанге дан старт в спартакеаде дошкольников. Сегодня в Соке-Снежной прошел первый этап. Веселые старты. За победу боролись шесть команд. Но только одна из них по итогам шести эстафет стала победителем. За азартной борьбой следила наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. Этого дня маленькие спортсмены ждали долго. Наконец-то пришел и их черед проявить недюжинную силу, скорость и выносливость в спортивном марафоне длиною в целый учебный год. Я думаю, что у вас будет возможность не только посоревноваться друг с другом, но и подружиться, найти новые друзья и просто пообщаться. Я желаю вам хорошего настроения, новых побед, новых спортов. Чего-чего, а вот хорошего настроения у этих непосед не занимать. А разминка перед стартом добавила участникам бодрости. Полные сил и уверенности мальчишки и девчонки вышли на веселый старт. Впервые в истории проведения спартакиады два сильнейших по физической подготовке своих воспитанников детских сада объединились в единую команду «Сказка. Катюша». Команда готова! Да! Судьи готовы! Настал! Внимание! Мастер! Да! Пошла! Давай, 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 давай! Это собрано со... Вер... И... Наверное, прежде всего вера в себя, да? Да, надо верить в себя и выиграть. Все, что надо, какая у вас скорость, надо такую и иметь. Сегодня вера в себя и дух соперничества объединил всех этих ребят. Спортивные наставники старались всячески поддерживать своих детей добрым словом, лаской и бурными эмоциями. Вот такая она, педагогика. Я сама всю жизнь спортом занималась. И детей так тренируем. Болеем. Полночи не спали. Каждый год детские сады к участию в спортивном марафоне готовят новый состав команды. Обновленная сборная волшебницы на свой первый старт вышла в боевой готовности. Маленькие спортсмены осознают, какая ответственность возложена на них. А как вы думаете, насколько сложные испытания сегодня для вас приготовили? Да. Это очень сложные. А что у вас лучше всего получается? Ну-ка. Мне получается бегать. 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 Так вы такие все бегуны, что ли? Да. У меня все получается. А как вы думаете, зачем вообще нужно заниматься этим спортом? Чтобы он был сильным и здоровым и крепким. Для самых крепких, сильных, ловких и быстрых организаторы подготовили немало сложных испытаний. Ребята бегали, прыгали, кидали мячи. Городус детских эмоций на спортивной площадке зашкаливал. Мы тренируемся всегда в садике. Вот сегодня поддерживает такая группа поддержки. Насколько это придает уверенности? Потому что вы – сила. Если бы болельщики улыбки боролись за звание самой дружной команды, безусловно, их детский сад победил бы. Но на спортивной площадке судьи оценивали физические возможности ребят. Самый быстрый и подготовленный на этом этапе была сборная «Сказка Катюша». На втором месте «Волшебница» и замкнула тройку призеров команда «Ромашка». И этом только первый старт впереди участников ожидает целый состязательный год. Светлана Кель, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».